В Ненецком округе продолжается забойная кампания. Сельхозкооператив «ХАРП» уже проделал большую часть работы. О боленеводах и тонкостях забоя расскажет моя коллега Катрина Тайбарей. Цели намечены, задачи обозначены, работа идет. Тимофей Чупров бригадир преодолел со своими оленями 60 километров. На дорогу ушло полтора дня. Чумы у нас отсюда километров 70. Доехали до стада, собрали, погнали сюда, сутки ночевали вместе с оленями. На следующий день мы загнали. Загнали, сдали голов 700, выгнали и угнали обратно. Также полтора суток. Путь нелегкий. Учитывая погодные условия Заполярье, ночевать на улице осмелится не каждый. Впрочем, оленеводы народ привыкший. Всю дорогу мы с оленями ночуем на улице. Ну, как полагается, как каждый оленевод. Тяжело, естественно, конечно, тяжело. Костер не сделаешь. Ну, снегоходы есть. Съездишь на избу, скипятишь чайники, заправишь термоса и находишься возле них. Круглые сутки мы их не оставляем. Постоянно возле них, когда они вместе с нами, они чувствуют себя гораздо комфортнее и защищенно. Помимо сложных погодных условий, есть еще некоторые трудности. На подходе к поселку оленеводам мешают бродячие собаки. Они наносят огромный ущерб стаду. Нас одолевают собаки, которых выпустили с питомников. Они приходят нам туда, на весеннее пастбище, на осеннее пастбище. Они хуже волков. И не знаем, как с этим бороться. Вот хотим, чтобы приняли меры какие-нибудь. Отстреливать собак самостоятельно оленеводу не осмеливаются. Ведь это противозаконно. Но ущерб нередко достигает сотен голов. А это колоссальные потери. Сейчас некоторые речки не замерзли, могут загнать в реку, олени утонут. Сломают лед, вывернут ноги. Ну, они как обычно, как звери приходят, так олени начинают крутиться. Ну, они собираются в кучу и крутятся. Вот, когда крутятся, снега нету, гололед. И выворачивают ноги, ломают. Ну, считай, они друг друга затопчут. Вот сколько ущерба бывает. По сто голов бывает. Сейчас, после забоя, оленеводам нужно возвращаться обратно в стойбище. Но они опасаются за стадо. Не знаем, как перейти. Мы ждем, пока побольше снега будет. Чтобы легче нам было на снегоходах ехать, на оленях ехать. И легче было прогнать. И собаки тогда, они снегу, они слабше бегут, чем сейчас. По прибытии к забойному пункту оленеводы незамедлительно приступают к работе. Ведь график плотный. Каждая бригада подходит к населенному пункту в назначенную дату. Забойная кампания состоит из четырех этапов. Первое, это, конечно же, нужно добраться с тундры, со своих стойбищ до забойного пункта. Далее олени загоняют в кораль. Потом идет отбор забойных голов и незабойных. И потом уже, собственно, идет убой. А здесь решается судьба сахатых. Оленеводы отбирают головы на забой. На выходе отдельный человек считает количество рогатых животных, которых направят в цех. На сегодняшний день в СПК Харп завершили кампанию по заготовке мяса четыре бригады. На очереди еще три. В этом году колхозных мы планировали четыре семьсот, четыре восемьсот. И плюс еще закупаем участников. Где-то в пределах семьсот двадцати голов. Качество мяса в этом году лучше. Много, чем в том году было. В основном первая категория идет. Хозяйство уже выполнило больше половины намеченного плана по убою. На сегодняшний день убой осуществляют восемь хозяйств. Это сельхоз кооперативы «Ижемский оленевод ИКО», «Путь Ильича», «Красный Октябрь», «Капкос Ерф», «Харп», «Рассвет Севера», «Дружба народов» и «Индига». Всего на убой направлено более семнадцати с половиной тысяч голов северных оленей и произведено 552 тонны мяса. Это 42% от общего плана.